Ребят, прежде чем начать этот ролик, я бы вам очень хотел порекомендовать один прикольный канал. Канал называется Гараж24, ссылочку я оставлю на него под описанием этого ролика. Ребята очень классно делают различные видео обзоры на отечественные автомобили. Луаз, Нива, Нива на бездорожье. Дают какие-то советы по ремонту автомобилей. Вот у них есть обзор Татры, какие-то проблемы с тем, что, например, машина бьет током. Почему? Как лайфхаки и так далее. Значит, очень классный канал. У ребят много видео на каждодневные автомобильные темы. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылочка на канал в описании ролика. Ребят, всем привет. Меня зовут Тигран. Добро пожаловать на мой канал Тест Раник. Смотрите, ребят, сейчас очень популярная тема про димексид. Каждый блогер считает своей обязанностью снять ролик, когда он заливает димексид в мотор. Ну, конечно же, я не становлюсь исключением. Поэтому я делаю то, чего не делают другие. Я залью димексид вот в этот автомобиль. То есть, самый маленький мотор, который выпускается, самый слабенький, самый дохленький мотор 0,8 литра, трехцилиндровый Матис. Причем этот мотор рабочий. Это моя основная машина, на которой, единственная основная машина, на которой я езжу. То есть, я сюда не побоюсь и залью димексид. И вы посмотрите, что действительно случается с двигателем, если в него залить эту ерунду. Ребят, перед началом ролика, пожалуйста, поставьте ваши лайки и сделайте вот такие вот репосты. Вот сюда вот жмите, да. Все ваши лайки и репосты, чем больше вы их сделаете, тем быстрее я выпущу видео с результатом промывки. Теперь смотрите, почему я вообще занялся этой темой, да, димексидом. Во-первых, вы меня просили в комментариях залить и снять реальную картину, то есть, без украшательств, без болтовни, без ничего. Я так и сделаю. Это первое, это ваша просьба. Второе. Помните, я делал промывку, не промывку, раскоксовку двигателя Хадо? То есть, кто не видел этот ролик, посмотрите, вот. А теперь дальше, внимание. Я ее делал потому, что у меня была компрессия по цилиндрам 10, не, 11, 8, 11, здесь 3 цилиндра, да, то есть, в среднем цилиндре, во втором была голимая компрессия. Я сделал раскоксовку, компрессия поднялась, все отлично, но началась другая проблема с мотором. Смотрите, какая. Вот так. Играет музыка Полезно. У меня не настолько сильный. Сейчас что-то вообще-то не понимаешь. Снимай, снимай. Ты снимаешь, то я снимаю. Ребят, смотрите, она дымит, даже когда не заглушена. То есть масло вылетает туда реально капец. Это при том, что посередине прогоревший глушитель, посередине пригоревший резонатор. То есть оно вылетает все из-под днища и все равно сюда долетает. И, блядь, короче, капец. Вот так бывает. Именно поэтому, ребят, я не знаю, причина в хадовской раскрасовке, причина в том, что реально уставший мотор. Короче, просто тупо стечение обстоятельств. Поэтому я мотор буду разбирать и капиталить по-любому. И специально для вас я решил все-таки поэкспериментировать и залить вот в этот вот маленький пиндюрик, да, его по-другому не назовешь, димексид. Значит, повторяюсь еще раз. Чем больше ваших лайков и репостов, тем быстрее видео выйдет. Значит, я заливаю димексид. Рассказываю, по какой схеме будет все работать. Заливаю димексид. Мотор работает. Мы сливаем масло. Здесь масло новое. Здесь масло прошло. Примерно 500 километров я заливал. Сливаем масло. Заливаем чистое масло. Заливаем еще раз димексид. И после этого поработает. Поездит он какое-то время, да, там пару дней. После этого разбираем полностью весь мотор и смотрим полностью, что внутри. Что происходит с вкладышами, что происходит с поршнями, с кольцами, с головкой, с толкателями и так далее, с клапанами, с поддоном. Да, там есть много вопросов по этой теме. Вы увидите все на этом моторе, все вживую. Ребят, я вам, как и обещал, всегда рассказываю всю правду. Поэтому, реально, будьте осторожны с вот этим вот раскоксовкой хадовской. У меня на повышение компрессии она сработала офигенно. То есть, она мне выровняла там 11, 10, 5, 11 стало после раскоксовки, да. А было 11, 8, 11. Но случилась вот такая вот херня с этим масложором, с вот этим белым дымом. И точно так же я посоветовал другу на Славуте 1.2 таврический мотор. Мы сделали ему такую же фигню. У него компрессию мы не мерили, не знаю, у него просто он жаловался на масложор. Мы ему залили. У него не то, что масложор ушел, а у него просто теперь это масложор увеличился настолько, что масло тоже начало вылетать в трубу и мотор задымел. То есть, будьте внимательны. Это не реклама, не антиреклама. Мне по барабану я получил такой результат. Я говорю, что да, компрессия она повысила, но жор масла она увеличила. Может быть, она реально либо весь этот нагар спустился в маслосъемное кольцо и оно залипло полностью. Либо оно отмыло настолько, что старое маслосъемное кольцо... ...что старое маслосъемное кольцо, которое сработало, с него ушел вот этот нагар, какие-то микрончики, да, которые держали уплотнение. И оно теперь просто скользит и не снимает масса со стены. Поэтому будьте внимательны. Вся правда только у меня на канале. Не забываем, пожалуйста, ваши лайки. Обязательно репосты еще раз. Вот сюда смотрите, репосты делайте. Ваши лайки и репосты. Чем их больше? Если их наберется больше тысячи, видео выходит на следующей неделе про Димексид. Поэтому активно жмем. Значит, ребята, этот ролик не заканчивается. Я не сказал о нем все, что я хотел сказать. Значит, на самом деле, на данный момент выхода ролика сейчас 8 часов вечера, пятница. Димексид уже отснятый. Я уже залил мотор, получил определенные результаты. Я готовлю для вас ролики. То есть монтирую, интересно подбираю все, чтобы это было классно сделано. Поэтому обязательно, когда это видео наберет тысячу лайков и тысячу репостов, выйдет ролик с Димексидом, что получилось, как вообще делали и что получили в итоге. И еще, ребят, теперь я отвечаю конкретно на ваш вопрос, который вы очень много задаете в комментариях. Когда же ты доделаешь жигу? Когда же ты доделаешь или начнешь делать Волгу и почему ты их забросил? Смотрите, вы должны понимать один очень простой такой пункт. Да, вообще в ведении канала, в ведении блогов, каких-то экспериментов и так далее. Все требует значительных финансовых плеваний. То есть собрать жигу, да, круто все, когда есть детали, ее можно собрать за 2-3 дня. Но когда деталей нет, сейчас каждая деталь, куда бы ты ни ткнулся, реально любая деталь в среднем тысячу гривен. Любой узел, куда ты ни ткнешься, тысячу гривен как минимум ты должен отдать. Поэтому с ним, скажем так, когда у меня была какая-то финансовая подушка, такая вот отложенная именно для проекта, для машины, я собирал и делал. Сейчас как бы денежка закончилась, поэтому чуть-чуть она стоит, потому что именно нет финансов. С Волгой точно так же. Я сейчас потратил достаточно количество денег, чтобы собрать жигури, поэтому на Волгу денег не хватает. И у меня есть просьба. Смотрите, каждый из вас, у меня на канале 20 тысяч подписчиков. Когда я обращался с просьбой, что мне нужны детали, мне нужна была хромированная клапанная крышка и хромированная кастрюля клапанов, вы очень классно среагировали. Спасибо вам большое. Значит, один из моих подписчиков, Серега Лютый, передаю тебе привет, спасибо большое за помощь, человек прислал мне клапанную крышку, не клапанную крышку, прошу прощения, прислал мне хромированную кастрюлю на вас, которая реально в отличном состоянии, в офигенном. То есть человек мне очень здорово помог. Если у вас есть какие-то еще детали, ребят, которые вам не нужны, которые вы готовы пожертвовать, отдать за какую-то символическую стоимость, выменять на что-то, пишите все это в комментарии. Я абсолютно все комментарии ко всем видео читаю, я не только к каждому последнему видео и так далее. Я читаю комментарии ко всем видео на канале. И еще, ребят, кроме деталей, вы можете также помочь каналу финансово. То есть маленькие какие-то копеечки с большой аудиторией, у меня, допустим, 20 тысяч подписчиков, если каждый сбросится по копейке, то это получится какая-то небольшая сумма денег, которой хватит для того, чтобы завершить проект и поддержать, скажем так, другие проекты, которые я веду у себя на канале. Это не деньги, они мне не нужны. То есть у меня на жизнь денег свободно хватает, то есть я живу, скажем так, мне для жизни деньги не нужны. Но для проектов нужны определенные суммы. Поэтому, если у вас есть возможность, в описании канала есть ссылочка на, не ссылочка, а номер карточки, на которую вы можете скинуть там гривну, 2 доллара. То есть я не прошу много, 1-2 гривна, доллара, рубрика, то есть с какой вы стороны живете, с такой скидывать можете. Опять же, все эти деньги идут ни мне, ни на бухло, ни на сигареты, ни на что. То есть я вообще всего этого не употребляю, они пойдут именно на развитие проекта. Вы все это потом увидите у меня на канале, поэтому все это подтверждение будет прям у вас на глазах. Я даже не знаю, как вам сказать. В принципе, вы все увидите. Итак, если у вас есть детали, которые вы можете пожертвовать, отдать безвозмездно, либо за какую-то символическую плату, опять же, пишите все в комментариях, потому что детали нужны всевозможные. Идеи у меня безумное количество, которые я готов показать вам. Все это продемонстрировать, показать опыты, какие-то доработки, тюнинг, шмунинг, переделки и так далее. Но, опять же, для этого всего нужно много-много запчастей, инструментов и расходников. Спасибо большое за просмотр, ребят. Спасибо большое тем, кто откликнется, поможет. Это вы вообще красавца, вам благодарность большая. Ставьте видео лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Всем удачи. Пока.